Привет, мои дорогие любимые, меня зовут Юля, я живу в Анталии, я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня я хочу ответить на один вопрос. Психологи говорят, что нужно проще относиться к знакомству детей с друзьями мамы. Не нужно настраивать детей, что у тебя будет новый папа. Папа у него уже есть, и он один. Если ребёнка ни с кем не знакомить, то очень может остаться ситуация, когда мама готовится к свадьбе, а дети, которые никогда маму ни с кем не делили, встают в позу. Поэтому лучший вариант – изредка брать ребёнка на какие-нибудь походы в зоопарк с мужчинами, с которыми отношения крепнут и, возможно, приведут к браку. Не с каждым встречным мужчинам с сайта знакомств. Просто говорить, что это мамин друг, без драмы, тогда можно и посмотреть заранее на поведение мужчины в такой ситуации. А ребёнка приучать к мысли, что мама не обязана быть одинокой ради сыночка. Поставив же ребёнка перед фактом «это дядя Витя, мы женимся в следующий понедельник», мы как бы говорим, что мнение ребёнка о человеке, с которым он обязан будет жить, ежедневно нас совершенно не интересует. Хороший такой комментарий. Смотрите, естественно, вы завтра женитесь и сегодня говорите об этом с ребёнком, я поддерживаю, этого нельзя делать. Но водить ребёнка куда-либо постоянно с новыми кавалерами я отрицаю 100%. Вы поймите, мама для ребёнка – это богиня. Вы не понимаете, он настолько должен уважать маму, это правильное воспитание, то есть идеализировать, как маму кто-то может бросить, как. Ну, с папой так случилось что-то, ну, как-то, да, не сложилось. Ну, это и так большой стресс для ребёнка. Я согласна с тем, что у него один папа и больше не будет. То есть будет отчим. Но, извините, ему и так было тяжело пережить развод родителей в любом возрасте, это тяжело. Ну, если совсем маленький ребёнок, он даже не вспомнит. Но тут опять новый какой-то папа пошла на свидание, опять его нет. Нет, я не согласна с этим. И тот факт, что вот мы не спрашиваем у ребёнка, выходить ли замуж или нет. Извините, вы приходите с работы, у вас сделка. Вы зовёте ребёнка и говорите, какую мне фирму выбрать? Ту или ту, с кем лучше подписать контракт? Или как? Есть вопросы, которые относятся только к взрослым. Дети их не могут решать. Вам сынок топнет ножкой, нет, подписывает контракт с этими? Скажут, ну, конечно, я же так и сделаю сейчас, побежал. А это так же. Вы скажете, нет, но он тоже будет с этим человеком жить. И что? Если он будет против, то женщина не должна выходить замуж или как? Вы же понимаете, этот ребёнок вырастет. И он потом, знаете, что скажет маме? Ма, серьёзно? Мне было 7 лет, и ты не вышла замуж, потому что я не захотел. У меня сейчас, понимаете, Леночка, и я женюсь на ней. И мне не надо, чтобы ты мне в трубку каждый день плакала, что я тебя оставил. То есть вот эта жертва, мама, она же будет каждый день напоминать, что ради него, ради любимого сынулички она отказала хорошему мужчине и не вышла за него замуж. То есть вы хотите вот такую жертву, если это нормальная мама, которой сынок уважает любить это в любом случае, но он уважает её, она просто сядет и поговорит, так и так, вот дядя Витя, вот он мне очень нравится. Естественно, не так, что завтра свадьба. Естественно, что если вы с дядей Витя уже решили расписаться, да, всё, подали заявление или собираетесь подавать, конечно, вы ходите в зоопарк или куда-то ещё, и ребёнок привыкает к этому мужчине, это нормально. Но не с каждым, даже если возможно серьёзные отношения, что значит возможно серьёзные отношения, сегодня ей, завтра нет, что значит возможно серьёзные отношения, по какому критерию вы это определяете. Если мама начала спать, то это серьёзные отношения, может быть для неё, да, для мужчин нет. Для мужчин это не показатель вообще, для мужчины показатель серьёзных отношений, когда он занёс заявление в ЗАГС, можете мне рассказывать, что хотите. до этого момента это несерьезно и ребенок почему должен страдать 1 в так у него друзей много ему есть с кем поиграть в позу он становится если мама вырастила ребенка манипулятором тогда он может стать в позу мама нормально такова для того чтобы ему потом за это не отгребать по жизни до что потом не было жертвенного такого но я ради тебя ты меня бросаешь вы думаете он будет довольны такими фразами а такие будут потому что мама положила свою жизнь в жертву своему ребенку это неправильно вы просто говорите вот будем вот так же и если хороший мужчина достойный если он вас реально любит он будет делать подарки ребеночку он будет его водить в кинотеатр зоопарк куда там еще ездить на отдых ребенок привыкает он видит как дядя битя хорошо относится к маме как мама счастлива она радость если мама радостно и на эту радость передают ребенку конечно ему больше это нравится чем мама которая плачет на кухне каждый вечер из-за того что она развилась мужа вы думаете ребенок не понимает мама счастлива мама плачет конечно лучше когда мама счастлива любой ребенок это поймет вот это чтоб привыкал чтоб кому привыкал каждому дяденьке который мало думать что начинается что-то серьезное я вас прошу женщина которая начинает спать и думать что начало что-то серьезно это начался конец это начался конец все больше ничего ну это смешно вот так рассуждать и ну понятно у каждого свое мнение и какие-то большие психологи и так думают и я вам говорю о том как есть в жизни только серьезные отношения в загс предложил пойти вот это серьезные отношения и тогда можно говорить с ребенком и потихонечку даже не побежите сразу как только вам предложили все налипыла и тут вот фату и погнала нет конечно сейчас познакомься единственное единственное когда мама должна прислушаться к ребенку это если дотя придет или сын и скажет дядя витя ко мне приставал да потому что есть мужчины которые любят детей в очень плохом смысле этого слова вот тогда стоит прислушаться и даже не прислушаться а просто послать такого дядю ведь есть рассказывали девочки которые жили в таких семьях он ко мне пристает я маме говорю а мама говорит это ты так специально чтобы я не была счастлива это ты меня ревнуешь и ребенок представляете в каких условиях жил вот дядя витя каждый раз к ней приставал вот таких мам я бы просто поубивала извините нельзя так говорить но я бы поубивала то есть ребенок она придумывает она не может такого придумать дети не могут такого придумать они не могут подумать что папа да муж мамы новый да очень может приставать к ней откуда они могут это взять с книжек нет то есть он реально это делает а ты извините не буду обзываться потому что у тебя есть штаны ты отдаешь своего ребенка на вот такое чтобы к ней так относились в детстве вы знаете какая-то травма ребенка это единственный случай по которому дядя видел просто гнать шею в лучшем случае а в худшем в тюрьму просто посадить чтобы больше даже не возникало мысли у кого-то так само так же попасть в такую ловушку это страшные люди и такая знаете у меня спасибо боже не встречалась таких людей но я слышала если вам мужчина предлагает ну знаете разнообразить сексуальную вашу жизнь одеть какое-то детское платьишко я там или школьную форму и понимаете что этот человек у него ну на что намеки идут до тиканьте вот просто скажите спасибо до свидания гюле гюле чтобы я тебя вообще в жизни не видела больше ну это ж просто это ж это же ролевые игры так как я хочешь и может быть ролевые игры покемоны я не знаю процесс я не знаю но только не детский сад не школьная форма потому что но сегодня вы а завтра ребенок ну вы должны затем тоже психологи говорят но вы должны помогать своему мужу как бы преодолеть это вот если вы будете на место в этого ребенка он не будет детям приставать вы будете на это серьезно серьезно это говорят психологи нет не будет такого потому что это затягивает сейчас он эти да как бы ну нормально пойдет через месяц он этим не пойдет не он будет искать ребенка потому что как вам сказать наши зависимости они становятся всегда сильнее весик если кто-то съедал одну шоколадку в день через полгода он начнет съедать две шоколадки в день но это такое знаете детские вроде бы пример но она затягивает извините сатана затягивает это такие он же вы понимаете не 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 зря его называют лукавым вы даже не будете отдавать себя в этом отчета то есть я бы вам посоветовала вот от таких мужчин очень быстро убегать и больше не возвращаться и прислушиваться к мнению ребенка вот в такой ситуации сто процентов а во всех остальных просто поговорить нормально сесть конечно чтобы они погуляли вместе чтобы узнали друг друга ну в вашем присутствии и вы увидите как относится мужчина к вашему ребенку но если вы любите мужчину он вас он будет позитивно относиться не бывает такое что он любит женщину а ребенок до свидания нет это не любовь это значит выгода и кто-то там ой ну пусть он поживет у бабушки не соглашайтесь на то я бы не соглашалась чтобы извините чтобы было комфортно мой ребенок будет жить у бабушки а шишу а шишу тебе не комфортно с моим ребенком значит вали ну это грубо но это правда значит и меня не любишь тебе просто выгодно жить в этой квартире заниматься кексом со мной еще какие-то могут быть выгоды но это не любовь не мужчина который любит женщину любит ее детей я знаю вообще не а очень бывает намного больше любит детей в нормальном смысле этого слова не своих потому что мама вот вот правильно распределяет любовь и мужчине и детям и никто не испытывает экономию любви а то что ребенок всегда будет хотеть чтобы мама была с папой с его папой то то есть это это закон он только его видит возле мамы по-другому никак какой бы хороший ваш ухажер не был он все равно будет ну стремиться чтобы родители сошлись потому что это его папа и когда ребенок я знаю что взрослые дети вставали в позу да все в позу встал и нет ну все папа женился и потом тот же сын говорит так издебил честно тоже нормально он опять там от новой жены родил детей ну да что мама погибла знаете мама погибла понимать это не то что папа бросил маму мама погибла мамы нет живых и ребенок стал в позу нет и не женишься на ней ты нормальный до такого доходит поэтому я считаю не надо поддаваться на манипуляции потому что тот же ребенок скат маты молодец ты стала счастливой я от этого стал более тоже неприятно и он женится и нормально уходит из дому до творить свое гнездышко по типу тому какой мамы было вот и мама не плачет каждый день в трубку а я сама на кого меня покинули это жертвы ничего хорошего в этом нет это жертва которые тянут энергию со своих детей тянут это очень плохо не становитесь такими это не на пользу него не вашим детям всегда старайтесь чтобы ваши дети были самостоятельны понятно вы должны оберегать их вы должны защищать их пустинок маленьких ты их капотусик красиво но если есть решение до какой-то дайте им взять вот чтобы был этот выбор я вам неоднократно уже говорила ребенку два года полтора не надо говорить мы идем на улицу нет смотри и я иду на улицу ты пойдешь со мной или ты остаешься дома и ребенок думает не мама я пойду с тобой даже естественно мама без ребенка никуда не пойдет естественно ребенок пойдет на улицу потому что что ему дома сей но это решение он принял сам поймите вы готовите ребенка во взрослую жизнь уже с такого периода уже давая ему возможность принимать самому решение но в то же время всегда помнить что мама королева и указывать что делать маме он не может ни она не он то есть никогда не разрешать переходить границу дозволенного тут выбор а тут нет не в таком плане выбор ты не можешь не уважительно относиться к маме только потому что тебе это от этого будет плохо на что бог наказывает детей которые не уважают родителей для этого вы воспитываете это в ребенке понимаете для этого не то что как-то правильно деспо да вот мама сказала такие быть нет мама как сказала от по отношению к себе она не допускает недостойного поведения не только со стороны мужчин а и со стороны детей они не могут так сделать они не могут зайти в комнату не постучал все это закон почему ты не постучал извини вышел постучал все это уважение другим людям и он будет другим людям также не залетать в комнату постучать можно зайти да то есть это с элементарного начинает а вот так как вы говорите что с каждым встречным я понимаю не со сайта знакомств я понимаю о чем мы хотели но я вам рассказала то что я думаю по этому поводу я надеюсь вам нравится мои видео если еще кто-то не подписался на канал подписывайтесь рассказывать другим людям задавайте вопросы это очень интересные темы я знаю что многие ну принципе из-за вот этого могут испортить себе жизнь ну и жизнь конечно же своим детям хотя вроде бы сбоку кажется но я же послушалась ребенка я же сделал так как он хотел а вышло наоборот вы испортили и себе жизнь и ребенку вот чтобы такого не было разбираем эти темы я очень рада что вы задаете такие вопросы целую вас обнимаю и люблю